Доброе утро, коллеги! Приветствуем вас из солнечной Ялты. Хотелось бы мне сказать действительно солнечной, я сказала, но у нас зима вступает в свои права, и у нас идет дождь. Вот такая зима в Ялте. И чем в такую погоду, да и вообще в любую погоду, занимаются в нашем городе мамы, кроме воспитания детей, расскажет наш сегодняшний гость, руководитель общественной организации «Мамы Ялты» Федорчук Анастасия. Анастасия Павловна, доброе утро! Доброе утро! Расскажите нам про вашу организацию, сколько вы объединили людей, мамочек, чем вы занимаетесь, какая ваша главная цель? Посчитать тяжело, потому что их много, мы как бы не записывали пока что. Самая главная цель – это поддержка материнства. Мамой быть непросто, особенно сейчас, когда очень большое количество информации, много интернет-ресурсов, и на современную маму оказывается большое такое давление со стороны общественности. Мама, что бы она ни сделала, она все время виновата, она все время плохая, как бы она не воспитывала своего ребенка. Поэтому мы оказываем ей психологическую поддержку до родов, начиная с беременности, и потом уже заканчивая послеродовым периодом. Психологическую помощь. У вас есть психологи? Да, у нас есть. Квалифицированные профессионалы? Да, они готовят ее к тому периоду, как она снает мамой, потому что очень многие не знают, что это такое. Раньше жили большими семьями, и раньше было проще. Опыт передавался от бабушки, от сестер, от тетей. А сейчас мамы живут с мужьями дома. Очень часто у этих мам, их мамы когда-то работали, некогда было рассказать, некогда было показать. И как раз-таки сейчас появляются все больше послеродовых психологов, послеродовых специалистов, помогающих профессии, которые маме показывают. Как вообще ребеночка брать, как с ним общаться. Это вот что-то такое прикладное. А также важна психологическая поддержка. То есть мы можем оказать и обычной маме поддержку, которая из обычной семьи, и той маме, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. И одиноким, и малоимущим. У нас есть небольшой фонд, в котором мамы передают друг другу вещи, например. Это могут быть и подгузники, и какие-то вещи, стульчики для кормления. То есть такое тоже от мамы к маме. Анастасия Павловна, расскажите, как вообще город, само его наполнение города, помогает ли это мамам, как им передвигаться? Вот я представляю, мама, двое детей, маленьких. Один в коляске, второй за руку. Я понимаю, что коляски стали мобильны. Но как передвигаться безбарьерная среда в подземные переходы, мостики, общественный транспорт? Как обстоит у нас в Ялте? И если это не очень, то может быть город. Обращаетесь ли вы к городским властям? Да, мы сейчас вот на этапе составления большого списка мест, в котором нужны пандусы. Я сама мама. У меня младшему ребенку полдора года. И мы тоже ездим на коляски. Двое, да. Ну, старшие тоже за ручку, как вы сказали. И, конечно же, тяжело по городу, особенно в тех местах, где сейчас идет ремонт. Там сейчас еще очень большие бордюры, и там тяжело через них перепрыгивать на колясках. И как раз таки, что коляски стали современными, они стали разными по ширине, по высоте. И какие-то пандусы старого образца, которые были железные, они под все коляски подходят. То есть их либо нужно делать универсальными под все. Но город реагирует потихонечку, но реагирует. То есть вы обращаетесь к городским властям, просите что-то сделать, и они идут вам навстречу? Да. Это, конечно, медленно все потяжело, но уже в эту сторону смотрят, потому что действительно у нас город лестниц, город спусков. Нам нужны какие-то места. Мы находимся на горе, идем к морю вниз. Да, да. Поэтому все будет, я думаю, все получится. Расскажите нам, пожалуйста, вот я знаю, что много, мы уже говорили о том, что это помощь. У вас есть социальные проекты? То есть я заходила на ваш сайт в соцсети. И социальные проекты, что они в себя включают? Есть различные. Есть благоустройство города. У нас есть такая акция «Одобрена мамами Ялты». Это возможность мамы выйти после родов куда-нибудь. Кафе, какие-то организации, где она может пойти, взять с собой ребенка, его переодеть, как-то перепленать, покормить. Вот эти все моменты. Это одна. Есть еще после родового восстановления, это больше психологическое, да, там, где с мамой работают психологи. Бывает просто, может быть, маме особо не нужно, но когда она проводит время в кругу специалистов и других таких же мам, как она, ей, конечно, становится гораздо легче. А вот вы сказали, в кафе где-то прийти с маленьким ребенком. У нас есть в кафе где-то возможность перепеленать ребенка? Уже есть. Мы работаем над этим. То есть специально есть столики? Да. Немного, но мы стараемся подключать все больше и больше кафе, ресторанов. Мы им предлагаем, так сказать, такой рекламный пакет на наших площадках для того, чтобы они... Чтобы они вам пошли на встречу. Вы со своей стороны, а не со своей стороны. Да, 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 да. Это очень хорошая инициатива. Очень многие идут на встречу прямо быстро и хорошо и звонят, говорят, мы поставили это, мы сделали вот это, а мы горячую воду вон подключили. Это, конечно, очень радует. А для деток что вы делаете? С детками, ну, во-первых, у нас за счет того, что мама общается, за счет того, что мама находится постоянно в социуме, общаются дети постоянно. У нас некоторые мамы приходят именно для того, чтобы общались дети. И они, конечно же, у них происходит социализация вот в таких вот ненавязчивых условиях, при том, что они все время остаются с мамой. Это самый большой, наверное, плюс. У нас же садиков не так много. Да. Да, мест не так много. Особенно яселек, да. Да, и у нас все проекты, которые у нас есть, они все направлены на присутствие мамы с ребенком. То есть очень редко бывает такое, чтобы у нас были лекции какие-то коротенькие, какие-то тренинги, да, где не нужен ребенок, либо он будет мешать. А в основном у нас все, все психологи, все работают вот в группах, зная, что будут еще дети. У нас есть няни, которые приходят тоже, они с ними. Приходят, то есть у вас есть свое помещение, свой центр? Помещения, к сожалению, еще сейчас нет. У нас в прошлом году было помещение от города. В этом году мы его ждем с надеждой, что оно будет теплое и доступное. Вот мы в ожидании, но мы находим иногда дружественные к нашим организациям места, какие-то детские центры, либо кафе, куда мы можем приходить вместе с детьми. И мы договариваемся, они нас там принимают радушно, и мы там уже проводим какие-то мероприятия. Прекрасно. Это замечательно, что у нас в Ялте есть такая организация, которая объединяет и мам, и детишек. Вы делаете очень хорошее дело. Мне приятно было с вами сегодня познакомиться. Я думаю, нашим зрителям теперь будет интересно и вашу организацию. Спасибо большое. Очень было интересно. Так что почаще проводите различные акции, различные такие. Больше освещайте их, чтобы мы знали. Вам же нужна какая-то, думаю, помощь? Да, конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Коллеги, я передаю вам эстафету. Бодрого утра! Спасибо.